Добрый день, уважаемые зрители! В 11 часов по московскому времени начинаем наш ежедневный обзор по криптовалютному рынку. С вами, как всегда, в это время Василий Питков, аналитик инвестиционной академии. Если у вас все нормально с трансляцией, если вы меня видите и слышите, пожалуйста, ставьте свои плюсики в чате. Итак, поскольку я понимаю, с трансляцией все нормально, Ирина поставила свой плюсик, то есть нам пора начинать. Мы, конечно, перейдем к страничке CoinMarketCap, увидим, что давайте даже сначала начнем с просмотра котировок ведущих криптовалют. Видно, что за последнее время почти больших изменений не было. Цены ведущих криптовалют консолидируются. Если посмотреть на график Биткоина, сейчас он торгуется на отметке 7634 доллара за одну цифровую монету. Видно, что вот я сейчас просто покажу тот график, который мы уже неоднократно обсуждаем. Выход за пределы верхней линии нисходящего треугольника. Здесь еще раз напоминаю, что в этой зоне от 5 до 7,5 тысяч долларов несколько раз формировались вот эти впадины. То есть там очень хорошая поддержка у Биткоина. И, конечно, я всегда говорил, что с точки зрения фундамента я определяю цену Биткоина на данный момент именно в этом рейнде. Итак, на х4 вот он практически восходящий тренд, который был за счет которого была пробита линия нисходящего тренда. Однако мы не смогли подняться к этой двойной вершине тогда. И здесь началось движение вниз. На х1 это движение нарисовало нисходящий тренд, однако линия тренда была пробита в конце мая. На данный момент идет снова попытка восстановления роста и она заметна на 30-минутном таймфрейме. Видно, что на 30-минутном таймфрейме между зелеными пунктирами продолжается восходящее движение. Однако пока утверждать, что это восходящее движение значит, что возобновляется рост в паре биткоин-доллар, пока еще преждевременно утверждать. Почему? Потому что смотрите, на 30-минутном таймфрейме вот здесь в той части восходящего тренда вершины поднимались, а также и впадины. Сейчас только впадины поднимаются. Это вполне достаточно для того, чтобы утверждать, что тренд восходящий. Однако вот эти вершины, они не так хорошо повышаются по сравнению с предыдущими вершинами и даже вот видно, что вот она практически вот эта вершина, которая была сформирована на линии сопротивления, то есть верхней части восходящего канала, она пока еще никак не может быть обновлена. Вот видно, что вот эти зоны, которые сейчас рисуются, они в пределах вот этой вершины. Поэтому будьте очень аккуратны. Это такой важный критический момент на мелких таймфреймах, если график действительно сможет пойти вверх в пределах вот этого 30-минутного восходящего тренда, но и в дополнение, чтобы он обновил вот эту вершину. Потому что если он не обновит эту вершину, здесь может сформироваться двойная вершина, какой-то уровень сопротивления и движения вниз. Поэтому этот рост для меня пока еще достаточно такой слабенький, ненадежный. Нужно время, чтобы действительно здесь сформировался некий хороший сигнал, указывающий на рост, а его на данный момент нет. И даже если посмотреть на weekly чарте, то видно, что вот эта свеча, которая бычья имеет микроскопическое тело, то есть нельзя сказать, что после вот этих трех черных ворон, то есть после вот этих трех черных свечей, то есть это формация три черные вороны, есть разворотный сигнал. Эта маленькая свеча пока еще ничего не значит, поэтому будьте очень аккуратны на чеку, если там торгуетесь спекулятивно. Я неоднократно говорил, что на мой взгляд, лучше быть долгосрочным инвестором на криптовалютном рынке, потихонечку, по комфортным ценам там покупать качественную криптовалюту с целью, чтобы увеличивать свою корзину и чтобы со временем на этом практически сохранить свои сбережения. А не то, что спекулятивно торговать на крипторынке, это достаточно рискованно, волатильность высокая. Скорее всего, все вот эти спекулянты, большая часть из них в долгосрочной перспективе потеряют свои деньги, но каждый для себя уже сам решает. Итак, что хочу сказать. Каких-либо очень-очень ярких таких новостей я не нашел за последние 24 часа, поэтому хочу прокомментировать одно сообщение в твиттере Адама Бека. То есть я неоднократно комментировал и показывал твиттер Адама Бека. Кто такой Адам Бек, наверное, многие из вас знают. Это очень известный криптовалютный разработчик, криптофанк, криптовалютный активист, энтузиаст, криптографер. Но он известен тем, что именно он разработал алгоритм майнинга, вот этот proof of work, который хеш-кеш, который стоит, находится в основе биткоина. То есть биткоин функционирует на вот этом хеш-кеш proof of work и, соответственно, именно это разработчик вот этого алгоритма, вот создатель. И даже я хочу сказать, что его когда-то считали, спрашивали, если он не является Сатоши Накамото. Конечно, на самом деле он всегда отрицал. И когда он выступает, Адам Бек, мне кажется, он достаточно скромный человек, он программист. Если вы... Я сомневаюсь, что он действительно является Сатоши Накамото. Я не думаю, что он смог организировать такую мощную систему. Может быть, он является частью вот этой системы Сатоши Накамото или вот этого ника, который был на форуме. Не знаю, но с какой целью озвучиваю его, потому что это очень известный человек. Я считаю, что он всегда останется в человеческой истории за счет того, что он создал вот этот хеш-кеш, на котором разработан биткоин. Я считаю, что это очень гениальный программист человек, поэтому я его комментирую. И даже не помню, кто когда-то сказал. Вы знаете, нужно... Вы должны быть рады, вот всем, все криптовалютные пользователи, активисты должны быть рады, что Адам Бек на данный момент существует. Этот видный программист, который сделал большой вклад для появления биткоина. Поэтому нужно практически обращать внимание на его речи, на его мнение, потому что он очень грамотный человек. Итак, что хочу сказать. Очень интересный твит, пост я нашел у него в твиттере. Вот он как выглядит. Здесь оказывается, что WayDai, который практически тоже является очень видным программистом, когда-то даже он запустил идею вот этого электронного децентрализованного кеша. Вот здесь в биткоин Википедии, который есть, написано, что в 1998 году WayDai предложил на криптовалютном форуме, мейлинг-лист, точнее, чтобы создать анонимную цифровую валюту, которая будет в распределенном реестре, то есть там будет храниться информация, то есть блокчейн. Вот она так называлась, анонимная распределенная электронная практически система для, ну, платежная система. Я хочу сказать, что даже Сатоши Накамото, ну, когда разработал биткоин, запустил white paper, или вот эти меморандумы, или, как сказать, биткоина в конце 2008 года, он практически давал ссылки на труды, на работы WayDai. Я хочу сказать, что даже многие также считали, что WayDai является Сатоши Накамото, потому что именно он является первым криптовалютным фанком, или активистом, или идеологом, который предложил на самом деле нечто такое, как биткоин. И именно у него практически вот этот proof of work, hash cash, который практически алгоритм майнинга, который был разработан Адамом Беком. И что хочу сказать, вот в 90-х, когда WayDai разрабатывал вот эту идею запуска вот этой децентрализованной цифровой валюты, вот какие материалы они тогда обсуждали, какие проблемы у его вот этих B-money, то есть B-money, то есть это не был биткоин тогда, мы понимаем, что нельзя утверждать, что WayDai это Сатоши Накамото, но он тогда предложил вот эти B-money. Может быть многие из вас знают эту историю, то есть это как например первые буквы альфавита А, Б, В, то есть все вот эти криптоактивисты WayDai или криптофанки WayDai, Адам Бек, все о них знают Сатоши Накамото, конечно. И соответственно, может быть вы все это знаете, но для новичков я коротко хочу это озвучить, вы можете поинтересоваться в поисковиках, найти полезную информацию, почитать о этих людях, надеюсь это вам будет интересно, полезно. И вот что они обсуждали в 90-х годах, когда WayDai предложил запустить вот эту цифровую валюту B-money. Инфляция первая проблема, и вот здесь обсуждение за счет чего на данный момент в 90-х практически, если будет запущена вот эта цифровая распределенная децентрализованная валюта, почему это не сработает, что нужно решать, какие проблемы практически нужно решить, чтобы эта цифровая валюта была эффективной. И вот здесь написано, это проблема уже у биткоина, биткоин нашел решение данной проблемы, которая была в 90-х. Здесь вторая практически, вторая проблема, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, очень интересная практически оказывается у этих программистов и криптовалют, криптофанков было обсуждение. Вот видно на данный момент, какие проблемы уже у биткоина решились. На самом деле мне было очень интересно, я, конечно, сейчас у нас время ограничено, можете это почитать дома, и тем более, что здесь в твите, в этом твите идет обсуждение очень интересное между другими программистами. Я что хочу сказать, я прокомментирую несколько из этих пунктов. Значит, первое, здесь по поводу linkability, что это значит? Значит, что если вы, допустим, имеете биткоины, это не настолько анонимно, как предполагается, и мы все это знаем, что все-таки, если вы совершаете на вашем компьютере или телефоне какую-то транзакцию криптовалютами, все-таки телефон и отслеживается. То есть, ваша сим-карточка, она практически в системе каких-то органов в стране, которая знает, что за этой сим-карточкой стоит, допустим, Иван Петрович Иванов. То есть, эта сим-карточка привязана к Ивану Петровичу. Также по вот этим глобальным системам GPS и GLONASS в любое время органы практически надзорные знают, где вы находите, потому что они видят ваша карточка, где практически она движется по миру. И, соответственно, когда вы совершаете какую-то транзакцию, например, заходите на свой электронный кошелек, где криптовалюты, все это практически привязывается к вашей карточке. И вот эта линкабилити, вот эта связь практически может вас рассекретить. То есть, понятно, что органы, которые следят за всеми вот этими сим-карточками, допустим, они видят, а этот человек заходит в эти электронные кошельки через этот сайт, там какие-то электронные биржи. Вот понятно, что он занимается криптовалютами. Здесь что-то сделал, видим, какая-то информация отправляется. Ага, он, скорее всего, с этой биржи отправляет какую-то криптовалюту на другую. То есть, хочу сказать, что вот тогда это обсуждали вот эти криптофанки, криптографы в 90-х. И на данный момент написано, что у биткоина тоже практически данная проблема не решена, но идет какой-то прогресс. То есть, 20 лет спустя все равно практически, да, у криптовалют есть некая псевдонимность, но нельзя сказать, что они анонимны. Вот это мне было очень интересно. К этой точке можно практически привязать и пятую проблему, которую они обсуждали, криптографы в 90-х. А именно это тот факт, что, допустим, у вас есть вот эти биткоины. Конечно, в это время, когда они это обсуждали, это были B-money, которые предлагал Wayday. И они обсуждали вот эту проблему. Да, допустим, у меня есть вот эта криптовалюта, но я где-то хочу что-то себе купить в каком-то магазине или хочу поменять на доллары, чтобы, например, там где-то расплатиться. Сразу, когда вы уже меняете вашу криптовалюту на какие-то товары или услуги в магазинах или на доллары, или там на какую-то фиатную валюту, получается, что вы уже рассекречены. Понятно, кому принадлежит этот кошелек или эти цифровые монеты и так далее. И вот написано, что на данный момент NotSelfon, Bitcoin, вот эти Anti-Money Laundering и Know Your Customer, то есть вся вот эта информация, которая нужна для рассекречивания человека, на данный момент не так же решена эта проблема. И видно, что сразу, если вы переводите, допустим, деньги с кредитной карточки, например, или там чеки, или какие-то wire transfer, то есть электронные трансферы делаете, сразу практически рассекречивается тот факт, что это ваши криптовалюты, это ваш кошелек и так далее. Очень много интересных таких вопросов, пунктов они обсуждали в 90-х. Некоторые из них решились, некоторые из них не решились, по некоторым из них идет прогресс. Вот здесь хочу сказать, что было четко ясно обсуждение, седьмой пункт тоже мне очень сильно понравился, что Уэй Дайк говорил, если мы запустим вот эту децентрализованную электронную платежную систему B-Money, все-таки получается так, чтобы вся вот эта экосистема вот этих электронных B-Money функционировала, необходимо, чтобы сжигать энергию. То есть кто-то вот, они, конечно, не знали тогда, и не называли, что это будут майнеры, те, которые добивают криптовалюту, но они говорили, вот это практически, что для поддержки системы нужно будет сжигать электричество, и они обсуждали с точки зрения экономики это целесообразно, стоит ли, например, тратить столько много энергии, электричества и так далее, и мощности разных машин, чтобы поддерживать экосистему вот этой цифровой монеты. И вот они тогда дошли до вывода, что да, конечно, это брошенные ресурсы, это практически, ну, растрата ресурсов. Однако программисты все-таки дошли до вывода, что, например, американский доллар и центральный банк, вот эта монополия государственная, чтобы поддерживать доллары, чтобы печатать доллары, чтобы, например, там распределяло вот эти деньги между людьми, например, чтобы поддерживать все вот эти банкоматы и всю вот эту банковскую сеть, и чтобы следить за транзакциями людей, потому что вы сами понимаете, что фиатные деньги, они полностью рассекречивают там все транзакции, там видно, кто кому перевел, сколько денег, например, с одного банка в другой банк, где потратил свои деньги, пользуясь банковскими карточками. Соответственно, это тоже сжигает электричество. Оказывается, что программисты в 90-х, когда все это обсуждали, они дошли до вывода, что все равно, да, криптовалюты, они сжигают деньги, сжигают электричество, но оно намного меньше, чем то электричество, которое нужно для поддерживания экосистемы, допустим, доллары. Поэтому они сказали, все-таки это не так плохо. Вот очень много интересных моментов здесь по поводу майнинга, например, что как можно оборудованием там добивать или поддерживать экосистему криптовалюты, что здесь возникали такие проблемы и как их нужно было выращать. Вот видно, что в биткоине пока еще не решилась эта проблема. Очень-очень интересный пост. Можете его найти на самом деле. Это один из последних постов в твиттере Адама Бека от 6 июня. И, конечно, вы здесь можете увидеть переписку или видение разных участников. Тем более, что здесь очень много программистов, которые достаточно хорошо все это понимают. Вот очень полезная дискуссия. Мне было очень интересно его прочитать. В связи с этим, что хочу сказать? Значит, мы биткоин обсудили. Что хочу сказать? Это очень интересно. Вот один из пунктов, на который я сегодня сделал такой, ну, подчеркнул эту проблему, это анонимность, приватность, что всегда на данный момент можно в большинстве случаев узнать, то есть органы власти или там, ну, все, кому это хочется, может узнать, кто, например, там торгует криптовалютами, кто, например, совершает транзакции и так далее. И вот я, конечно, столкнулся еще с одним интересным постом. Он на самом деле в твиттере другого известного криптовалютного активиста, Джеймисон Лобб, это пост от 4 июня, точнее, репост, он ретвитнул тут статью в медиум другого практически криптовалютного активиста. И здесь речь идет о том, как Lightning Network, вот я кликаю на это, как Lightning Network может практически увеличить приватность или анонимность транзакции биткоинами. И вот здесь практически очень интересная статья. На самом деле, может быть, в будущем я ее тоже буду показывать, потому что вот мы эту статистику отслеживали, вот немножко отойдем в сторону. В начале января, в начале текущего года, 18 января было всего лишь 43 нода, подключенные к Lightning Network и 68 каналов. Капацитет составлял меньше 10 долларов. На данный момент уже у нас 2151 узлов, то есть нодов, 5638 каналов и пропускная способность Lightning Network, а вот она, Lightning Network, составляет 151 тысячи долларов. То есть это в разы больше, чем было в самом начале года. И мы помним, что периодически это все обсуждали, отслеживали. Но здесь о чем речь идет, вот этот график мне, вот он практически на их фотках, Lightning Network, как расширялась вот эта сеть со временем. Тут есть статистика в начале февраля, в начале марта, как количество нодов или узлов и также каналов увеличивалось. Вот пропускная способность. Я помню, когда я запустил свой обзор, в начале марта там было около 50 тысяч, сейчас в три раза больше, мы это все обсуждали. Но что хочу сказать, здесь одна очень хорошая вот эта фотка, или точнее изображение, которое нам показывает, что если вы находитесь в вот этой точке, Lightning Network, и вы отправляете деньги, например, на этот адрес, ваши деньги по разным каналам проходят через разные узлы. Вот если вы отсюда отправили деньги через этот узел, через второй, третий, четвертый, до вашего практически получателя, чтобы отправить транзакцию, вот он, например, этот Lightning Network. Давайте, допустим, что я нахожусь здесь, кликаю на мой узел, и получается, что у меня связь всего лишь с одним узлом. У него, например, посмотреть, какова связь вот с этими узлами, например, у этого, допустим, узла, вот связь с этими узлами, у этого узла, вот, допустим, видите, сколько много у этого каналов, вот с этим узлом. И получается так, чтобы отправить отсюда деньги, вот с этого узла, мы проходим через 3-4 узла и доходим до нашего практически желаемого адреса, на который мы хотим отправить деньги. И, соответственно, по этому пути, здесь в этой статье, в этом обзоре, в этом анализе, говорится, что следы начинают теряться. То есть намного уже будет сложнее отследить путь вот этой транзакции в этом Lightning Network. И здесь практически очень интересная статья, которая говорит, что именно за счет Lightning Network может быть вот та проблема, которую обсуждали программисты, в частности, Wayday и Adam Beck в 90-х, вот эта linkability, то есть как за счет всех вот этих связей, которые есть между там цифровой валютой, кошельками, вашими электронными устройствами, гаджетами, телефонами, как можно вас отслеживать, вот говорится, что за счет Lightning Network, вот эта практически приватность будет увеличиваться у людей и будет намного уже сложнее их понять, кто кому отправлял деньги и так далее. Вот на самом деле, хороший плюс, наверное, у Lightning Network. В заключение хочу сказать, что здесь даже говорится вот о вот этих Atomic Swaps. Сейчас я их найду. Одну секундочку. Вот они практически Atomic Swaps. То есть получается, что по пути внутри Lightning Networks, где-то происходит вот это Interchain Transactions или децентрализованные обмены, где практически даже между разными блокчейнами может произойти связь, и с одного блокчейна транзакция может перейти в другую. То есть очень много тонкостей, которые все больше и больше говорят о том, что если эти Lightning Networks будут внедряться, анонимность транзакции биткоинами будет значительно повышаться. И, соответственно, это большой такой плюс, который ценят криптовалютные активисты, криптофанки и так далее. То есть для меня это было очень интересно. И вот насколько, практически в качестве заключения, хочу сказать, насколько дальновидные и разумные были вот эти программисты. На самом деле я очень рад, что они и на данный момент существуют среди нас. То есть они живые, Вейдай, а также Ядамбек. Какие проблемы они обсуждали в 90-х годах, и как это практически развивается, что они решают эти проблемы. Конечно, Сатоши Накамото также откуда-то появился. Читал он тоже информацию вот эту, которую программисты обсуждали в 90-х. И как все это развивается, то есть как идет этот прогресс. Вот я даже на самом деле в качестве заключения хочу сказать, вот многие узнали о криптовалютах последний год, 2, 3, 5, ну конечно не ранее 2008 года, точнее не ранее там января 2009 года, когда появился биткоин. Вот мне самому интересно, вот те люди, которые в 90-х вот это читали, как они себе представляли мир, вот эту финансовую систему, учитывая, что вот в это время я был, допустим, студентом и жил в вот этой централизованной финансовой системе, у меня образование финансы, все время я учил о банковской сфере, столько много там дисциплин я прошел по центральному банкирству, по коммерческим банкам, по теорию денег, сколько курсов в университетах я прошел. Вот мне самому интересно, если в это время вот этот материал откуда-то бы у меня появился, посмотрел, что какие-то программисты на данный момент разрабатывают у них идеи, как заменить нынешнюю централизованную банковскую финансовую систему на какую-то децентрализованную, учитывая, что тогда это была всего лишь идея, как я бы на это посмотрел. Мне очень интересно, как люди об этом думали тогда. Но единственное, насколько эти программисты были дальновидны, то есть они и экономически очень грамотные, можно сказать, что это гении. Хорошо, у меня на этом все, уважаемые участники. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, пожалуйста, пишите в чате, жду вашей реакции. Так что можете читать Адама Бека, он редко пишет, на самом деле, но он очень грамотный программист, очень практически, на самом деле, и скромный человек. Так что, я очень рад, что можно практически его читать. Хорошо, Кирчев Яни один из наших в последнее время постоянных участников обзоров. Пишет большое спасибо за обзор, также вам огромное спасибо, Кирчев Яни, за то, что вы подключились. Я всегда рад, когда я вас вижу в чате. Конечно, и как и остальных наших участников. То есть, поскольку я понимаю, вопросов нет к сегодняшнему обзору, тогда всем желаю удачного дня. Конечно, напоминаю, впереди четыре выходных дня, соответственно, завтра у меня обзора по криптовалютному рынку не будет, потому что в России некоторые компании работают, мы практически завтра отдыхаем, потом, понятно, десятое число это воскресенье, одиннадцатого и двенадцатого мы в России отдыхаем, соответственно, мой следующий обзор будет тринадцатого июня, то есть, четыре выходных дня сейчас будут. Соответственно, те из вас, которые находятся на территории Российской Федерации, будут отдыхать в это время, я вам желаю приятных выходных и, конечно, всем остальным нашим слушателям, которые не находятся на территории Российской Федерации и которые будут отдыхать всего лишь девятого и десятого, также им тоже приятных выходных. Мы всем увидимся тринадцатого июня. Итак, у меня на этом все. Огромное еще раз вам спасибо. С вами, как всегда, был Веселин Питков, аналитик по криптовалютам Инвестиционной Академии. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok